Авто с российскими, армянскими, кыргызскими, да и всеми другими иностранными номерами должны пройти регистрацию в нашей стране. Простое и понятное правило на дело в Казахстане много шума. Закон действует с 2014 года, но только сейчас он взволновал, кажется, абсолютно всех. Кустанайские автолюбители тоже не остались в стороне. Сегодня утром больше двух десятков человек собрались напротив филиала партии «Нуратан», где должна была пройти акция «Приемная на дороге». Последние новости, которые появились в СМИ, комментарии МВД о том, что наши автомобили будут признаны незаконно, а мы, получается, владельцы на законных основаниях этого имущества, признаны правонарушителями. Жители Казахстанайской области, автосообщества Казахстанайской области, владельцы машинных номерах, сильно беспокоены этими. Вопросов у владельцев таких авто накопилось много, но на сам прием попали лишь пятеро. Их выбрали в качестве представителей. Они и обратились к государственным структурам. Первое, что волновало автовладельцев – последуют ли массовые задержания и штрафы за пребывание незарегистрированной машины на территории страны. «На сегодняшний день вопрос такого не стоит, что завтра или послезавтра, или через неделю, через месяц, через два месяца мы будем сразу вас задерживать и оштрафовать. Такого у нас не стоит вопрос. Вопрос стоит разъяснение этого закона. Карательный мир мы не будем принимать. Я вам официально заявляю». Останавливать авто будут только в случае нарушения правил дорожного движения. Собственно, из-за этого и возник ажиотаж. Штрафам по таким машинам некуда приходить, а значит, виновного найти затруднительно. Поэтому и нужна регистрация. Другая ситуация складывается с теми, кто управляет авто по доверенности иностранного владельца. Такая машина раз в год должна выезжать за пределы Казахстана и возвращаться через 30 дней. Но больше всего автовладельцев волнуют суммы за растаможку, которые им предстоит заплатить за свою машину. «Все те машины, которые зашли по заниженным ставкам, и те, которые машину покидают, они обязаны разницу. Либо в стране, откуда вы ехали, то есть Киргизия, Арбения, либо в ту страну, куда вы приехали, то есть Россия, Казахстан». Эти суммы превышают стоимость самого автомобиля. И у автовладельцев нет средств на их выплату. К тому же имя было сказано, что автомобиль приобретали в странах ЕАЭС во время льготного периода. А значит, по международному законодательству вставать на регистрацию они не должны. И тут выявилось противоречие с законами нашей страны. В этом случае было решено сделать запрос в парламент. Туда же должны попасть и предложения автовладельцев. Они предлагают легализовать все ввезенные на данный момент авто с иностранными номерами, в том числе находящиеся сейчас в пути. Каким будет ответ на это предложение, станет известно позже.